Когда что-то большое и неизвестное движется на собаку, это вызывает у нее агрессию, говорят кинологи. Водителю в этой ситуации главное не маневрировать, предупреждают специалисты. Совершенствовать навыки вождения. Ни в коем случае собаку не пугать, можно посигналить, ни в коем случае не совершать маневры. Потому что как будет двигаться собака, ни мужчина, ни женщина за рулем понять не может, если он не собаковод. Вы будете маневрировать, вы выйдете на встречную или еще куда-то. Отсюда всевозможные удары следующей машиной в багажник, выезд на встречную и, значит, сохранили жизнь маленькой собачки, погибло два человека. Пункт правил дорожного движения требует снизить скорость до необходимой, вплоть до остановки. Все, больше ничего. Если на пути велосипедиста или автомобилиста собака, главное снизить скорость. Не сигналить, еще больше привлекая ее внимание и агрессию. Встретиться с собакой на проезжей части автомобилист может не только на трассе за городом, но и в городе. Это может быть сбежавший или гуляющий домашний пес или бездомный в поисках пропитания. Есть, конечно, так называемые условно-поднадзорные собаки, которых так пестуют наши зоозащитники. Они живут у магазинов, у всяких торговых складов. У них есть пути миграции. Сегодня они утром у этого магазина, вечером, а им плевать, что час пик, они идут к тому магазину. Вот еще откуда много собак. Эти вообще никак не регулируются, хотя и называются условно-поднадзорными. Есть собаки, которых хозяева просто выпускают гулять. Владельцам собак, которые гуляют с животным у проезжей части, переходят дорогу. Надо помнить, не хотите, чтобы животное убежало и бросилось на машины, водите его только на поводке. И убедитесь в том, что амуниция прочная. Вот здесь, на этом самом месте регулярно перебегает стая с двух владельцев и восьми собак. Вот здесь, на закрытых перерывах, сколько мы им не говорим, они говорят, подземный переход далеко. А большинство гуляющих в этом парке людей пользуются вот тем светофором или вот тем подземным переходом. Но большинство-то ведь воспитано. Значит, мы и этого заставим делать так или воспитаем так, понимаете? То есть, правила общежития, они универсальны. Не делай другому то, что бы не хотели сделать тебе. Купи себе хорошую амуницию, соблюдай правила дорожного движения. Вблизи проезжей части животное может напугать что угодно. Поэтому спускать с поводка нельзя, даже если вы уверены, что ваша собака спокойная и воспитанная. Осторожность не помешает никогда.